Вопросы вам задавать буду. Итак, Сергей Александрович, в Республике Казахстан сфера медиации распространяется и на уголовные правоотношения, но, видимо, не на все, как я понимаю, а те, которые не связаны с тяжкими преступлениями, да? Да, потому что для россиян такая постановка вопроса является несколько неожиданной. Если вы помните, в законе о медиации Российской Федерации применение медиации ограничено преимущественно сферой гражданских и, в некоторых случаях, административных правоотношений. По поводу уголовной сферы в законе не сказано ни слова, к сожалению, и поэтому трактовки возможны как за, так и против. А в Республике Казахстан однозначно, вы говорите, медиация в таких делах применима. Как, по вашему мнению, это открывает дополнительные возможности для примирения сторон? Ну, в чем, в сути, мы не так и считаем, что мы открываем, когда, в общем, при разрешении вот этих интернет-сфоров, как у нас на практике были, вот мы проходили, получается, одна супружеская пара хотела расчетиться в суде. Но после двух-перех месяцев в суде в литаж, я предложил к ним пройти процедуру медиации. И в итоге после выяснения оказалось, что на самом деле так, он из-за меня хотел иметь материальные ценности то есть в древностных средствах, а он пришел как отец, чтобы из семьи один сын остался у него. Но вот получается, процедура медиации дает возможность высказаться о своем мнении, что больше частных невозможных в суде. Вот я считаю, что это берет больше сложности. Также еще вот бывает на практике, что просмотрение в суде это может заниматься как на два-три месяца, потом как кассационная, афекционная инстанция, а потом может и дойти до течения года. И при этом еще необходимо это оправдать в день самому облако. А проведение можно действительно не только за дни, но и в виде самих допустим, а для меня кто-то влезет. Так что это зависит. И плюс, видимо, экономия средств происходит с сторон, не только времени, но и средств. Да? Да. Однако есть по этому поводу сильный контраргумент, Сергей Александрович, или возражение другими словами. Так, например, не так давно среди американских медиаторов большую дискуссию вызвал отчет европейских исследователей развития медиации в странах Европы, в 23 странах Европы. И дискуссия перекиднулась за океан в Соединенные Штаты, где медиатор Гаврила, по фамилии Гаврила, это медиатор турецкого происхождения, вместе со своим партнером.